Здравствуйте! Каждый из вас хотя бы раз видел на железнодорожных станциях постоянно прибывающие и убывающие грузовые составы. И вы наверняка задавались вопросом, а как эти составы вообще образуются? Так вот в этом видео я постараюсь приоткрыть завесу этой тайны. Все грузовые составы должны обязательно пройти специальную техническую железнодорожную станцию под названием сортировочную, предназначенную для расформирования и формирования различных категорий поездов. И если вы когда-нибудь видели такую станцию, то наверняка впечатлились масштабностью этого процесса. И чтобы понять, как это работает, давайте представим ситуацию. Из Екатеринбурга в сторону Москвы отправляется поезд. В одном составе вагоны для Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Неаполя. Можно развозить их все последовательно по этим городам, но тогда время доставки будет достаточно долгим. А можно подцепить нужные вагоны к поездам, следующим в нужном направлении. Если говорить проще, то сортировочный узел на железной дороге необходим для того, чтобы распределять вагоны из одного состава в разных направлениях. Итак, если мы посмотрим на план станции, то увидим входящие линии в самом начале и несколько широких частей со множеством путей, которые каждый вагон последовательно проходит. Работает это следующим образом. Для начала все составы приезжают в парк приема. В данном случае парк приема А. Тут вагоны переписываются в автоматическом или ручном режиме. С каждого списывается уникальный номер и добавляется в базу. А специальная программа сортировки обрабатывает полученную информацию и составляет сортировочный план. Это главный документ, на основании которого будет происходить дальнейшее распределение состава. Уф, надеюсь я вас не загрузил. Но кроме этого, каждый вагон попадает под технический и коммерческий контроль. При первом выясняется состояние вагонов, при втором проверяется целостность груза. Далее, чтобы создать новые составы, текущие необходимо расцепить. Вагоны в нужном количестве отправить по заданным направлениям. Для этого вагоны поступают в приемы отправочный парк Б. Он находится к югу от парка А. Программа самостоятельно распределяет вагоны по составам. И единственная задача человека, это вовремя расцепить в нужном месте необходимый вагон. Дальше начинается некая магия. Вагоны под силой собственной тяжести скатываются в самое сердце любой сортировочной станции. Сортировочную горку. Это тот самый участок, где происходит собственно распределение вагона по новым составам. Здесь вагоны разгоняются, чтобы самостоятельно добраться до состава. Тормозятся при помощи специальных установок, которые кстати тоже управляются автоматикой. И подцепляются к нужным составам. Скорость контролируется при помощи датчиков, на основании которых тормозные пары прикладывают нужное усилие для торможения вагона. Для примера возьмем сортировочную горку в Бекасово, которая находится к востоку от парка А. Вагоны попадают на горку с запада из парка А. На горке 4 пути надвига, 3 пути распуска и 3 тормозные позиции. На этом главная задача формирования новых составов окончена. И вновь сформированные поезда могут отправиться в путь. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно делитесь этим видео, ставьте лайки, комментируйте. И всем до встречи в новом видео. Субтитры делал DimaTorzok